Игорь Николаев рассказал, как познакомился с Людмилой Гурченко. Композитор поделился воспоминаниями о тех временах, когда его карьера только начиналась. Не так давно Игорь Николаев рассказал о том, как он воспитывает своих дочерей. Юлию от первого брака и Веронику от третьей жены Юлии Проскуряковой. Разница между сестрами составляет целых 37 лет. Сейчас артист окружил заботой и вниманием младшую дочь, так как обеспокоен ее безопасностью. Как сам музыкант признается, раньше он не испытывал таких тревог. Свою карьеру он начинал, когда ему было 20 лет. Николаев работал клавишником и аранжировщиком в ансамбле Аллы Путкачевой «Рецитал». О том, как он в студенческие годы познакомился с поэтом Михаилом Таничем и его женой Лией Козловой, Игорь рассказал на днях, беседуя со своим однофамильцем и ведущим программы «Честное слово» Юрием Николаевым. Он вспомнил, что пара хорошо отнеслась к нему и в какой-то момент познакомила его с известной актрисой Людмилой Гурченко. Первая его встреча с легендарной женщиной прошла не очень удачно. Гурченко поздоровывалась с юным композитором и потом его попросила открыть бутылку шампанского для гостей. Сейчас Николаев не скрывает, что в те времена не умел открывать такие бутылки. По его словам, он думал в тот момент, что крепко держит пробку, но она вырвалась из его рук и струя шампанского упала в Людмилу Марковну. Музыкант отметил, что белоснежный наряд актрисы мгновенно стал бордового оттенка. Несмотря на происшедшее, Гурченко полностью сохранила спокойствие. И если она даже была возмущена, то этого никак не показала. «Надеюсь, Михаил Исаевич, что этот молодой человек песни пишет немного лучше, чем открывает шампанское», – спросила она тогда. Свои эмоции, которые испытал Игорь в тот день, он предпочитает не вспоминать. Пережив такой конфуз, он вскоре реабилитировался в глазах артистки. Она стала первой певицей, которая исполнила его песню на центральном телевидении, признался Николаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok